Сегодня к нам приезжают из разных стран, очень много разных стран, не только из Украины и украинских городов. Вот следующий участник приехал из Перми. Латушинская Ксения, ваши аплодисменты, встречайте. Размеши свечного, размеши меня, размеши меня. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно познакомиться, Ксения. Мне тоже, спасибо. Рады вас видеть. Впервые у нас? Да, впервые. А в Киеве? В Киеве тоже первый раз. Как вам? Классный город, очень тихий. Это правда. Чем занимаетесь? Ну, учусь. На кого? На журналистов. Журналистов. У нас, кстати, в Киеве очень много журналистов. Приезжайте. Ну, хороших мало, конечно. Да чего, есть. У нас вообще свобода слова. Вы слышали об этом? Да. Так что приезжайте. Всегда найдется работа для профессионала. Вот. Ну, хорошо. А как связана журналистика с юмором? Да никак. То есть это хобби? Да, это мое хобби. Пишите стендапы или что? Да, я пишу стендап, но сегодня у меня короткие шутки. Короткие шутки? Да. Это клево. Вот еще один вопрос. Почему в анкете вы написали, что вы ассоциируете себя с дельфином? Не знаю. Дельфины милые, добрые. Я добрая. И милая. Удачи. Слушай, так как вы впервые, я бы хотел спросить, вы знаете правила нашего шоу? Да, знаю. Ну и супер тогда. Удачи вам. Первая минута начинается прямо сейчас. Мне недавно исполнился 21 год, и это очень печально, потому что в 21 к себе уже точно относятся как ко взрослому человеку. Но я узнала об этом случайно. Я была на приеме у врача, и врач спросила, были ли у меня аборты. Я говорю, нет. И она такая, почему? Тем не менее, я не говорю, что в России плохая медицина. Я всего лишь это подразумеваю. Мне кажется, действительно плохой наша медицина станет тогда, когда мои одноклассники окончат вуз. А моя одноклассница сейчас учится в меди, на втором курсе, но она все еще думает, что сердце выглядит как смайлик на айфоне. Слушайте, меня дико раздражают неточности. Вот все говорят, что у женщины должна быть большая грудь, но никто же не уточняет, что она не должна сливаться с животом. А сколько людей на этом прокололось? Что, только я? Я живу у своих богатых друзей, и это настолько богатые люди, что когда у них кончаются деньги, они просто берут новые. И недавно был случай. Видимо, Владимир знает таких людей, поэтому он засмеялся. Тысяча гривен ваши, Ксюш. Готовы идти дальше? Да, да, готова. Итак, эти аплодисменты в вашу поддержку. Вторая минута. Пять тысяч гривен. Поехали. Так вот, я живу у своих богатых друзей, и недавно был случай, я взяла одну бутылку у них из бара, а потом оказалось, что она стоила как семестр учебы в моем вузе. И вот, казалось бы, выпил вечером бутылочку вина, а по факту пробухал весь семестр. У меня есть собака, и мой пес актер, он снимается в разных сериалах, и вот вы даже не представляете себе, как трудно жить с собакой, которая лучше тебя как личность. Просто он настолько круче, что мне кажется, если нас когда-нибудь похитят, похитители посмотрят и такие, так, ну псину я видел в гадалке на ТВ-3. А это еще кто? Кончайте с ней. Мне недавно препод на экзамене сказал, что я использую только 40% своего мозга, и поэтому вечером я посмотрела битву экстрасенсов, чтобы он больше мне так не льстил. Мой брат говорит, что я живу иллюзиями, но моя мать говорит, что у меня нет брата. Просто наблюдение. Хорошо. Пять тысяч гривен ваши, мы вас поздравляем. Вот так не хватает что-то среди этих шуток, такой какой-то, знаете... Уверенность. Ну да, что-то уверенности и изюминки, какой-то хочется... У вас необычный юмор, там бы что-то вот покрепче, посильнее бы. Есть там что-то у вас? Ну я надеюсь, давайте посмотрим. Наверняка есть. Мы плавно подошли к третьей минуте, за которую можно получить 10 тысяч. Да, хорошо, давайте. Поехали. Мне 21 год, но я уже поняла, в чем основная проблема женщин. У нас очень переменчивое настроение. Я вообще не люблю конфликты, потому что, ну, организаторская работа занимает много времени. Но недавно у меня было плохое настроение, я спросила у своего парня в соцсети что-то. Он не ответил, я написала, или ты сейчас ответишь, или иди нахрен. Через час я написала, извини, еще через час, извини, пожалуйста, еще через час я просто плакала и слушала группу Каспийский груз. И получается, за три часа я успела поссориться, помириться и деградировать. Супружеская пара очень хотела мальчика, но в мясном это никого не интересовало. Я учусь на журфаке, я заметила, что люди думают, что на журфаке никто ничего не делает. Так вот, так и есть. Мы недавно проходили прозвище известных людей на паре. И, может быть, я чего-то не понимаю, но как это пригодится в профессии? Вряд ли я как-то пойду на передачу «Пусть говорят» в качестве эксперта. И Малахов такой «Здравствуйте, Ксения!» А я ему «А, привет, ушлепок!» Кстати, поаплазируйте, кто тупой. Вот так бы начиналась пара математического анализа на журфаке. Увы, минута закончилась, Ксюша. Ну, нам было очень приятно, Ксюша. Это правда. Правда, вы молодец. Позитивный и милый человек. Спасибо вам. Спасибо, дякую вам. До побачи. Спасибо большое. Приезжайте к нам еще. Очень круто. Ну, растерялась, потому что первый раз. Надеюсь, когда-нибудь еще проеду и не растеряюсь.